Торжественная церемония началась вечером на площади Ленина и подарила праздничное настроение всем жителям и гостям города Надбугом. Пусть погоду трудно назвать по-настоящему зимней, это не помешало брещанам с улыбкой окунуться в новогоднюю атмосферу. Очень прекрасное оформление. Все такое яркое, красочное, нарядное, веселое, праздничное. Такое настроение подняли. Прямо до Нового года же настраиваешься. Очень все красиво. Украшена сцена хорошо. Оформление огнями прекрасное. Белка красивая. Все очень красиво. И, конечно, каток прекрасный в этом году. Очень нравится. Спасибо. Очень здорово все. Прекрасно. Молодцы. Ребята, вот какие. Детство аж сам ходишь. Готовы с тобой? Ну да. Подарки все купить? Да, конечно. Очень сильно нравится вот этот вот дракон. Он такой необычный. Даже очень интересно, какой он. Ну, из чего он сделан. Очень сильно нравится, как танцуют. И очень сильно нравится много новых декораций. Коток возле елки. Красочный праздник, подготовленный берестейскими артистами, а также предприятиями и организациями города над Бугом, порадовал разнообразием программы и множеством сюрпризов. Хореографические номера, новогодние песни, яркое представление и невероятные арт-объекты. Все это позволило зарядиться позитивом и настроиться на предновогоднюю суету. В начале программы состоялось сказочное представление с участием символа наступающего года драконом. Я хозяин наступающего года. Дракон ледяное сердце. Среди сюрпризов праздничной программы – выступление фигуристок хоккейного клуба «Брест». Девочки исполняли различные элементы и танцевали прямо под главной елкой города на новом катке. Главная городская елка не только праздничный символ, но и центр притяжения для брещан, который создает волшебство и дарит положительные эмоции, отметил председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский. Ведь не зря говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Вы видите, на погоду она, конечно, не зимняя, но я думаю, что всех она проникла в своем празднике. Поэтому, наверное, в эти минуты или в эти дни уже уходящего года всегда, наверное, хотелось бы подводить какие-то первые итоги. И в первую очередь, наверное, сказать и поблагодарить всех наших граждан о том, что каждый своей лептой, посильной вносит вклад в развитие города. А это, в свою очередь, наверное, дает возможность нам дальше развиваться, строить сады, школы, благоустраивать наши улицы и, наверное, в целом приумножать наше благосостояние. Поэтому, наверное, вот эти новогодние праздники, в первую очередь, это благодарность за то, что мы можем провести этот праздник с тем великолепием, красок, буйством, которые сегодня вы видите. И это не только площадь, это предприятия и неравнодушные граждане, которые хотят привнести праздник в наш любимый Брест. В подтверждение сказанного под руководством главного волшебника Деда Мороза праздничная елка зажглась яркими огнями, а вместе с ней и елки в Московском и Ленинском районах. Сияй! Свети! Гори! В этот вечер все центральная площадь города сверкала сотнями тысяч манящих огней. И она превратилась в маленькую волшебную страну, где повсюду звучала музыка. Создавать новогоднюю атмосферу помогали творческие коллективы Бреста. А вместе с группой «Белорусы» пели все пришедшие на праздник. Гости праздника не спешили расходиться. Наоборот, пели, танцевали и не забывали делать фотографии на фоне красивейшей иллюминации. Настроение новогоднее прямо с 1 декабря. Прямо вот мы начали с тайного санта 1 декабря, и все-все круто. И в городе мы смотрим, что там с конца ноября уже начали появляться украшения. То есть прямо вот полный джингу-беллс вообще, я бы сказала. А сам факт зажжения елки сейчас. Ну, это было прикольно. Это было немножко как в детство. Ты возвращаешься, когда ты ждешь эти куранты. И даже вот сейчас ты вроде взрослый человек. И ты ждешь, когда загорится елочка. Ну, на самом деле, очень-очень круто. Очень сильно туда откидывает в детство. И очень-очень классно. Оркестры руковой эстрадной музыки Киевинского городского дома культуры. И все прекрасно. И все очень красиво. И нас впечатляет. Иллюминация вообще очень удачная. На сцене арт-группа «Белорусы». Вот эта вся заставочка арка. Это все очень впечатляет. Очень красиво. Все прекрасно вообще. Я была в Москве, и можно сказать, тоже красиво. Но у нас же в Брессе тоже очень красиво. Молодцы! Следующий 2024 год будет еще лучше, чем этот. Он будет наполнен яркими событиями, интересными встречами и новыми открытиями. Ведь в самом лучшем городе, городе Бресте, в это верят не только детишки, но даже самые серьезные взрослые. С наступающим Новым годом любимых брещан поздравил и Дед Мороз. С Новым годом! С новым счастьем! Поздравляю вас, друзья, из славного города Бреста! Хочу пожелать вам в наступившем 2024 году мира, добра, радости, улыбок. Желаю вам от всей души крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким. Еще раз с Новым годом!